Дзюдо Добрый день, уважаемые слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – дзюдо, а точнее паралимпийское дзюдо. И проведет ее старший тренер паралимпийской сборной команды России, заслуженный тренер России Ислам Истрапилович Ибрагимов. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые спортсмены! Рад видеть всех на тренировке по дзюдо. И, я так понимаю, наших друзей, нашу аудиторию. Всех рад видеть! Рык направо. Ну, сильно далеко не забегаем, резко помним, да? Отсюда уже разворот, побежали. Основная работа с незрячими, дорогие друзья, чтобы вы понимали. Спрашиваются, какова специфика. Специфика, например, чтобы незрячий спортсмен бегал со всеми ребятами, у кого есть подгляд. Также и в партере, и в стойке есть моменты, специфики, которые я буду доводить до вас. Они не сильно большие, ноги перед собой высоко поднимая. Они не такие сильно большие. И я сторонник, как сказать, сторонник не дзюдо подчинить под незрячего человека, а именно незрячих спортсменов захлёст назад, именно незрячих спортсменов научить специфики дзюдо перемещениям, этой мягкости, этому искусству, этому, не знаю, образу жизни, здоровому. Всё земное тоже дзюдоистам не возбраняется. Они это самое. Следующее упражнение правым боком, правым боком приставными шагами. Поэтому специфика, она есть, она учитывает только те моменты, которые отсутствуют зрения, например, полный расконтакт. Это определённо, что без этого нельзя. Если нет контакта, поменяли другим боком. Если нет контакта, можно обойти незрячего спортсмена, взять его с другого боку или сзади. Это неправильно. Поэтому полный расконтакт. Идёт команда Мате, обычным, и их ставят в захват. Также говорится, что я сторонник, чтобы они не боролись в одном захвате. Хоть любой, односторонний, двусторонний, любой захват, есть какой-то контакт. Конечно, незрячий спортсмен, он прекрасно понимает, где находится его соперник, поэтому здесь проблем нет. Вот такие небольшие отличия есть, небольшая специфика в соревновательном дзюдо. Это есть, да. А в тренировочном процессе стараться надо максимально готовить спортсмена со здоровыми спортсменами, максимально не отделять незрячих спортсменов от здоровых. Поэтому и результат себя быстрее, спортсмен незрячий растёт, если это совокупная тренировка, если это совместная тренировка со здоровыми спортсменами. Но, как бы ни крути, как бы мы этого не хотели, путь, грубо говоря, от новичка до мастера спорта, зрячий, незрячий спортсмен, эту дорогу пройдёт дольше. Это, ну, такова специфика, такова, ну, как бы, поэтому и наполняемость групп другая, поэтому и, как бы, немножко другие требования к незрячему спортсмену. Да, мы это всё понимаем, но, тем не менее, стремимся, как мой тренер в своё время, Царство Небесное, Олег Леонидович Журавлёв, в своё время говорил, что если ты хочешь на уровне бороться среди незрячих, ты должен бороться постоянно со здоровыми спортсменами и тянутся, ну, как бы, ну, то есть все свои показатели, ну, мерить со здоровыми спортсменами. Ты где-то здесь будешь бороться тогда на уровне незрячем. Это не секрет ни для кого, ну, как бы специалисты понимают, о чём я говорю, поэтому на этом, как бы, на этом построена вся тренировка, вся специфика. Вот в данный момент что делают спортсмены? Греются, греются. Травматизм и, в основном, самое основное для меня и для любого специалиста. Минимум травм, чтобы спорт был безопасный, чтобы спорт приносил радость, ну, как бы, победы и, конечно, спорт высших достижений. Дорогие друзья, вы без меня знаете, что, ну, как без травм, я не видел, по крайней мере, мастера спорта без нормальной серьезной травмы. Может, я где-то ошибаюсь, может, но, тем не менее, спорт высших достижений, он подразумевает такое. Поэтому здесь в основном я строю тренировочный процесс так, что вот хорошая разминка, иногда даже в футбол поиграть, летом где-то можно в футбол поиграть, регби на коленях, вот сейчас разминка, упражнения, они упражнения некоторые специфические, подводящие, всякие забегания, всякий бег, скоростные, там, на координацию, на скорость, на силу. То есть это все разминка. Сейчас мы в течение тренировки будем вам, как бы, все это демонстрировать. Далее еще хотелось бы сказать, что вот, например, ты разминаешься, пришел в зал, я ребятам говорю, ребят, как вот провести разминку, вот так, ну, что-то, а, стоит, ой, я забыл тут, забыл там. А это легко исключить, и вот каждый из ребят это знает, разминка идет сверху до головы, ну, ой, сверху до пят, практически. Шею, вращательное движение, фурнитура, правильно, по-русски. Неудобно это демонстрировать. Шею, плечи, больная тема борцов, там, все, предплечья, кисти, пальцы, потом что у нас, поясница, вращение, потом полное вращение, только поясница, наклоны, поясница, колени, голеностоп. То есть, тогда мы ничего не забыли, вот любой из этих спортсменов проводит разминку, они понимают, как там, шея, плечи, предплечья, кисть, пальцы, и колени. Поэтому, как бы, тренировочный процесс поставлен так, то есть, один раз ты объясняешь любому из спортсменов, что когда ваш тренер немножко, где-то часто тренеров бывает, или позвонят, или вот какое-то что-то проводят, там, все, разминку кто-то проводит. А что зачем было? Это чеграши маленькие, они, конечно, всегда спрашивают, всегда это самое, даже их ты научил раз, и они никогда не забудут. После, что, какая последовательность. Что еще такое сказать, например, дальше, вот, обязательно, как бы, еще дзюдо, это очень, ну, как бы, уже мастерам высокого класса, конечно, мало характерно, а для тренировочного процесса я всегда, мы ставим такое, как акробатику. Оно, сам вид спорта сложный, координационный дзюдо, как бы. И акробатика, она, конечно, она украшает дзюдо, она иногда помогает, ты бросаешь человека, он, как кошка, уходит, он мог бы упасть на всю спину, а если он ушел с хорошего броска, ушел, упал на живот, или красиво вывернулся. То есть, это может целая победа стоить, целая, как бы, как скажем, целая жизнь спортсмена, он мог бы на Европе проиграть, там, не выйти в финал и даже не стать фрузером. За счет акробатики, за счет координации, он, как бы, это самое. Поэтому обязательно элементы, вот сейчас ребята разыгреются, и элементы акробатики, которую непременно мы включаем, которые всегда, это и зрелищно, это и интересно. Ну и, конечно, стрейтинг. Такое, как правильно сказать, модное слово, которое мы называем и которое необходимо применяем. И сейчас немножко они растягиваются, тянутся. И в конце любой тренировки мы это даем, ну вот, на федеральных сборах, например, большие нагрузки. Обычно после первой тренировки, там, три тренировки, там, зарядка большая, минут на 40. Первая тренировка, вечерняя тренировка. После вечерней тренировки, после нагрузки, после борьбы, там, немножко поваляться. В упражнении, ну, стрейчинг, на растяжку. Это, как бы, тоже надо обязательно применять, обязательно, как бы, в своем арсенале, чтобы у нас, у тренеров, особенно, подчеркиваю, что у незрячих, это, ну, как бы, мы, я сам такой был, и это самое, мы сжаты, мы, как бы, это обязательно, мы, там, там, шпагат, он вот такой. Я говорю, это домик, а не шпагат, вы растягиваете шпагат, ну, как бы, сейчас, ну, если не многие, ну, почти хорошо все растянуты. Ребят, сейчас скоростная работа, вот такая, эреска будет, сейчас я ее хочу дать. Это, как, сейчас просто у вас очень хорошо разогрелись они, но элементы, вот, еще, каким образом мы греемся, еще хотел бы показать. Ребята, ребята, об этом знают, ребят, смотрите, что, чуть-чуть, так, чуть-чуть, туда, Макс, туда, стоп, вот так, смотрите, что у нас было, по 10 секунд, помните, работа, 10 секунд. Нам сейчас большой, как бы, большой разогрев нам не нужен, в принципе, вот, достаточно хорошо размяты, по 10 секунд. Первое у нас было, что, звездочка. Второе, кто помнит, кто было, что было второе. Второе, там, боковые приставные шаги. Третье, отжимание. Отжимание, третье, отжимание. Четвертое, к пяткам. Жень, ты помнишь? И шестое, спина, спина, седьмое, седьмое упражнение выпрыгивания. Так, первое упражнение, чуть-чуть, уже спортсмены, то есть, так, что можете применять в своем арсенале, дорогие друзья, такое упражнение, ну, как разогревочное. Готовы? Настроение бодрое? Приготовились, первое, звездочка, 10 секунд работы. Чубей! Газу, 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 газу. Тей! Приготовились. Левое, правое. Чубей! Жгем, жгем, потому что это первый и заключительный круг, у вас таких, у вас 6-8 будет. Тей! Приготовились, отжимание. Отжимание короткое, это самое. Чубей! Нам здесь, как бы, сама амплитуда не нужна. Здесь основная часть ног, то есть, основная цель, плечевой корпус, как бы, напряжение. Тей! Приготовились, пресс. К одной, к другой, пятна. Готовы? Чубей! Ничего, ничего, и такое, можно и такое, да. Может, разницы нету. Просто газу не останавливаемся. Тей! Следующее, приготовились, звездочка на животе. Женя, быстрее! Чубей! Газу, газу, два раза быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот такой темп должен быть. Газу, 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 газу. Тей! Приготовились, из приседа. Чубей! Раз, два, три, четыре. Такой темп держим. Ну, у меня спортсмены уже разогреты, но тем не менее. Тей! Тишина в зале. Приготовили пульс. Оп! Стоп! Жень! Тань! Ну, так, дорогие друзья, двигаемся, двигаемся по залу, ходим, восстанавливаемся. От 30, Жень, вот здесь, да, с желтым. Ну, как бы, ну, как бы, так, в этот момент мне пульс дает, ребята, мне пульс дает немножко понять, в каком состоянии, вот до какого мы подняли, там до 180 и выше. Это уже, как бы, немножко надо, ну, нельзя дальше, как бы, вот за 33, 32 даже еще, как бы, пульс хороший, мы подняли пульс, и надо дать восстановиться спортсмены. Они и так разогреты, ну, то есть, это еще несколько элементов. Ребята, немножко пока отдыхаем, ну, ходим, а я рассказываю. Еще несколько элементов включены, и они варьируются по-разному. Ну, вот в сборной бывает ОФП на ковре, вот оно, как бы, ну, они там работают 30-10, то есть 30 секунд работа идет скоростная, и 10 секунд, как бы, перейти на это самое. Потом иногда идет, это все рассчитывается по-разному. 8 упражнений, 30-10, 40 секунд. Это просто, я рассчитываю так, приблизительно, чтобы получилась схватка. Схватка, ну, то есть, сейчас, одну секунду. Это время одного поединка, оно равно 4 минуты. Раньше было 5-4 минуты. И я где-то вот это, чтобы 4 минуты спортсмен был активен, и в то же время, то есть, если 5 минут, он немножко, целая минута, это вечность для дзюдо, для спорта. То есть, мысль такая, что я хочу сказать, что чем короче стал поединок, ты должен максимум, скоростные качества вышли на первый план. Поэтому мы, я и пульс поднимаю, поэтому уже я ставлю более скоростную борьбу тем вязким спортсменам, которые 5 минут уже боролись, и им надо было сначала разогреться медленным. И вот, они не успеют, как бы их в начале уже, как бы много оценок они проиграют, и в конце они не успеют, потому что время меньше. И, следовательно, сжимается, то есть, мышление немножко по-другому работает, функционалка должна немножко уже перестроиться. Поэтому и были введены, как меняются правила, и я должен также, не только изменил правила, но понятно, я должен саму методику изменить, подход, больше боя станет, я по-другому буду готовить. Может, где-то мощь, силу, это уже надо будет целый, ну, как бы, я не самый умный такой, чтобы там мы коллегиально соберемся, комплексная научная группа и все, и там поставлю задачу, что для этого, как это, ну, как бы, в своем опыте почувствую, ну, то есть, у меня свои соображения есть. И так, ребята, на акробатику. Поэтому, если больше времени станет, будет подготовка другая. Если чуть меньше, подготовка другая. Покатили, кувырок вперед. Мягенький, да. Мягенький, кувырок вперед. Останавливаемся, ждем там, ждем там, по два человека, не это, кувырок назад. И кувырок назад. Вот смело делает, Танюха. Здесь тоже небольшая специфика. Когда они кувыркаются, незрячий спортсмен, ты стоишь напротив незрячего спортсмена, и раз, хлопок. И ты его, то есть, он кувыркается на хлопок. Страховка, правая, левая. Правая, левая страховка. Вот он идет, и он, как бы, ты его, это самое, там залы огромный. Вот про это я говорю. Там залы огромные, и он, иногда, незрячий спортсмен. Если ты один стоишь, они в разных местах, они не пойдут прямо, как бы. Ну, кто прочитал, они иногда могут понять, что надо на звук, и все прийти к тебе. Поэтому несколько специалистов должны работать. То есть, такая специфика. То есть, я с этим строил, думаю, ну, я же хлопаю, все. Один из них говорит, вы же сказали на звук. И тому я сказал на звук. И они все приходят на звук. Вот, поэтому, зная спортсменов B1, то есть, полностью незрячих, один одного ведет, другой другого. Но он ведет, и ведет, как бы, этих спортсменов, просто ведет спортсменов. Дальше, что вы сделали? Колесо, делаем колесо. Еще такая специфика на сборах. Только в одном направлении они делают. Вот, если там здоровые спортсмены могут туда и сюда делать, они желательно, они вот здесь кувырок сделали, все, пришел он сюда, делал кувырок. Он отсюда бегом идет обратно, опять делает там следующий элемент какой-то, там опять отсюда идут одни с одной стороны, другие с другой стороны. Но они работают в одном направлении. Дальше что мы делаем? Рандат. Так, рандат, есть. Ребят, сейчас вот, ну, тоже на координацию, на это, на ту сторону, перейдите, пожалуйста, на ту сторону, чтобы, как бы, это самое. Сейчас вот работа на координацию, немножко тело свое почувствует, и в то же время не упасть, как бревно, и там отбить себе, ну, что там, почки, спину. Стойка и кувырок, ну, страховка, ребят, стойка, раз, вот, стоечка, владеетел и ушел, стоечка, раз и ушел. То есть он не шлепнулся, да, стоечка и, ну, просто кувырок может, на него. Вот, ушел, отлично, Жень, отлично. То есть, так, дальше что у нас? Партер, ходьба на руках. Ну, кто может, да, у кого на руках, это самое, РС, Максим. Ходит на руках, ходит. Так, дальше, дальше у нас партер. Бег, разминка, иногда там, если, как это, резина такого, ОФП небольшая. А, нет, учекоми, учекоми, оттудон, например. Это упражнения, ребята, те, которые претворяют борьбу, то есть они имитация борьбы, но без бросков. Это как движение, как правильно двигаться, как правильно держать, как правильно войти. Но он не бросает, он просто, если без этого, если ты еще будешь думать над тем, как правильно войти, куда же мне эту ногу поставить, потом вторую, в то время еще соперник сопротивляется, изначально ничего не получится. Ты должен спать, проснулся, уже ты, как бы, не думая, такая, так называемая мышечная память. Она, то есть, столько, миллионы раз человека, ну, как бы, хорошее чудовищество возможно, можно бросать. Но чтобы не бросать, иногда просто начало, вход в бросок отрабатывается, ну, тоже без самого броска. Мы это называем учекоми, ну, специалисты понимают. Пошли, ребята, тяга, просто вход в бросок. Они чем занимаются? Выводят из равновесия соперника, вот они там, раз, он подвел, и отсюда уже идет бросок, идет уже бросок. Просто они это делают, ну, как бы, как сказать, раз, раз, вытащили. Сейчас еще прилетит. Жене пары нет. Там работа идет в первый номер, второй номер. Что они делают? Они имитируют в движении. Там раз соперник вошел, вот он, это самая классная позиция для того, чтобы, нога немножко, для того, чтобы он может, для того, чтобы атаковать соперника. Соперник выведен из равновесия, он может войти и на переднюю подножку, может он войти на зацепь, он может и на заднюю, влететь на заднюю подножку. То есть, изначально он об этом думать, как бы, куда, что, там, диагональ, как мы новичков учим. Исходное положение, ноги шире плеч, там, носки, так, чуть-чуть, пяточки оторваны, шаг, диагональ, там, и вытягиваем на себя соперника. Вот. Ну, они это все, как бы, в теории знают, и они просто, они должны делать, просто, там, сотни раз, чтобы это движение, оно не головой, а мышцами, как бы, работать мышцами. Просто, ну, если, например, пристально специалисты будут смотреть, видно, как бы, кто помнит мышцами, и кто, ну, как бы, немножко думает. Это нормально, это разная подготовленность спортсменов, просто, дорогие друзья, у нас сегодня такая тренировка, мы не стали особо его, как сказать, его подстраиваться, то есть, вот, есть тренировка, есть люди вот такие, и вот, так, так работа идет. Меня почему-то никто не останавливает, не ограничивает во время, поэтому я и тут, вы, дорогие друзья, если что, да, подскажите, пожалуйста, в два рукава, и раз, вот, ты сделай, не, а когда, если, когда вот в рукав, вот, чтобы в рукав, вот этот, вот за рукав, не вытянешь? Да, да, вот, вот. Очень, очень еще важно, насколько, насколько соперник тоже, как бы, работает на тебя, иногда, иногда он не работает, там, разное подготовление спортсменов, иногда он не дает, стол, это самое, он тоже, в то время должен быть достаточно мягкий, и работать, как бы, работать на второй номер, это, это большое умение, это, вот, как тебя будут готовить на Россию, или на, вот, я готовился на Европу в 2001 году, у меня, ну, вот, спарринг, партнер, и помогал мне много, Алексей Николаевич Котов, Леха Котов, друзья, от его, от того, что он, ну, зрячий, он чемпион России по здоровому, насколько он подготовленный, насколько он давал работу, насколько он, как бы, исламчик, здесь не так крутил, иногда это, мы, даже, ну, нормального здорового тренера, не видно, а, ну, как бы, он чувствовал, что я не докрутил где-то, и он говорит, вот, так же и я, иногда, я вижу, все спортсмен делает правильно, а бросок, вот, ну, нет броска, делает правильно, не думаю, ну, как так-то, он все правильно делает, а броска нет, я говорю, ну-ка, иди это сделай, и начинает спортсмен делать на мне бросок, я тогда начинаю понимать, вот, где-то собака поролась, он, например, он вкрутился в меня, не плотно, или руку взял, не плотно, или это самое, он делает бросок, ну, клювом вниз, ну, то есть, а надо развернуть голову, например, если ты развернул голову, плечи уже сами пошли наматывать, то есть, вот я взял кого-то, развернул голову, кажется, деталь небольшая, только голову развернул, а я разворачиваю голову, плечи сами уже наматывают спортсмена, то есть, на это самое, и образуется плотность, за счет этого выстреливают, ну, как бы, то есть, там много таких моментов, много таких моментов, мысль, поэтому, поэтому иногда, иногда стою сам, ой, сам-то я стою часто со спортсменами, бороться мне нравится, это интересно, и который бросок, ребята приготовили спартер, который бросок, который, бросок, который иногда может у спортсменов не получаться, он получается от того, что, если я встану, ну, как бы, я его могу прочувствовать, и могу где-то что-то подсказать, это раз, и еще такой момент, еще такой момент, ребята, сейчас объясню, какой, запущу ребят, главное, не забыть, что хотел объяснить, готовы, чмей, не зарубаясь, боремся, но в то же время, не сильно поддаемся другому, еще такой момент, вот про бросок, который я объяснял, ну, иногда надо, чтобы меня, например, бросили, чтобы я прочувствовал, а еще такой момент бывает, ты саму рыбу ставишь, как бы, джудаистом, ну, грубо, с чего мы начинаем, бросок, там, через бедро, там, бросок через спину, и начинаешь варьировать, саму рыбу, ты, как, как, по программе, сильно далеко не заходите, ребята, по программе, которая, ну, в адаптивных школах есть, в основных школах есть, по этим программам, ты, ну, как бы ставишь эту, эту рыбу, например, ну, скелет, а порой бывают спортсмены, тот же подхват, ты его сам учил, там, несколько лет назад, он его делает настолько, что, ну, как бы, мне порой иногда проще сказать, что, там, Виталь, покажи подхват, как, как ты, как ты его делаешь, Виталию, допустим, вот, речь я про Корякина, вот, не я учил этому броску, но сам факт, такое тоже, вот, Татьяна Савастьянова, я, ну, как-то, наверное, рассказывает, зацеп под пятку, зацеп под пятку, делает и делает, я говорю, Татьюху, как, как ты это, что-то у меня, ну, как, как выключили, ну, не так, не так зрелищно, и не так идет, ну, я встал с ней, пару, она раз, 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 вот так, вот так, вот так, ну, то есть, начинает демонстрировать этот бросок, ну, просто она его настолько часто делала, и настолько, ну, как бы сидит на этом броске, или, как мы, джудаисты, выражаемся, и в тот момент он у нее, вот, как выразиться правильно, как отчинашин, идет, как он, ну, и она встала, и говорит, Ислан Старфилович, как вы объясняли, что ногу вы, что вы опаздываете, ребята, аккуратно, вы опаздываете за второй ногой под пятку, вы же сами учили, говорит, убрать, не успев поставить, уже вторая нога должна догнать, чуть-чуть, надо поднять, вот, и поэтому, такие, такие моменты бывают, что тот же бросок, скрученный за пояс, ребят, я вот, например, ну, грубо по чемпионату России, по, по незрячим скажу, что лучше Савастьянова, например, не сделает, ну, как бы, навряд ли кто сделает, хотя есть, хотя, ну, как бы, ребята много делают, то есть, взять спину за пояс, разогнать, именно там, там классически как-то, я, я помню в свое время, я этот бросок ставил, и потому что, ну, и по специфике он ей подходит, потому что, бывает, ну, как бы, разные там, как характеры людей, кто-то холерик, кто-то сангвиник, кто-то меланхолик, и так же, вот, Татьяна, она такая, как бы, вот, по ее структуре, по ее движению, она там за пояс всегда, там, возьмет шаг раз, и скрученный, то есть, она это делает, настолько профессионально, что, я говорю, я, ну, как бы, не так часто, не так, не так этот бросок чувствую, как этот спортсмен, например, так же, и много там, вот, то есть, мысль вся была в том, что тренер ставит вот эту основу, ставит рыбу, а уже, как бы, спортсмен, хороший, мощный, сильный спортсмен, много добьется, а уже спорт высших достижений, Матей, это уже интеллектуальная, интеллектуальная подготовка, уже интеллектуальная, как бы, ну, все включая в себя, и, и образ жизни, и видение борьбы, желание, там они начинают, спортсмены ведут дневник, ну, как бы, я, если честно, таким фанатичным чудоистом не был, не помню, такие тоже есть, и теперь я, я не знаю, где правильно, это и так правильно, и средне, ну, правильно, когда ты выиграешь, всегда правильно, я так думаю, ну, кроме, кроме, вот, излишеств, сейчас, слава Богу, да, бывает, там, я, ну, там, какие-то излишества, не знаю, если приметый допинг, или еще какие-то запрещенные препараты, дорогие друзья, на это очень много сейчас обращают внимание, и сборная, и, ну, ты не можешь быть членом сборной команды, имея какие-то пристрастия неправильного характера. Так, вторая схватка, ребята, вы это, помните, хотел, хотел в партере кое-что, вот, показательное в партере, я очень сильно тут вооружен, ребята, стоп, один момент, РС, или, так, просто в партере немножко, хотел какой-то элемент, элемент немножко, какие-то моменты. Ну, основные все дзюдоисты понимают, что, конечно, там, завалить спортсмена, ну, аккуратно, вот, удержать его в партере, вот, ну, сверху, есть боковое, сбоку удержание, ну, так как гарнитура на мне, я не до конца, боковое удержание, удержание одной из самых сильных со стороны головы, можно там вот так удерживать, вот так удерживать, ну, как бы, разные, ну, руки по-разному, я бы немножко, сейчас не о способах удержания, уже про другое немножко, хотел бы, мы, тоже, как небольшая специфика, мы незрячие спортсмены, часто РС насчет этого шутит, конечно, то одна рука, то другая, то 4 ВД, вот 4 ВД, значит, ну, как шуточное, вот вы сели, мы сели, эта штука немножко, заправили ноги, вот это, вот это, как бы, позиции, если вы, там, это вот, это одна из мощных позиций, это не проигрышная позиция, и всегда, вы контролируете спортсмены, надо отодвинуть, вы отодвинуть, надо придвинуть к себе, вы подвинуть, надо убрать его, вот, он, как бы, он вот так ногами, мы незрячие, мы, он ногами, я чувствую его ногу, она мне не нужна, я отодвинул, нужна я ее придвинул, то есть, я к нему подвинулся, от него отодвинулся, всегда учу, ребят, ну, как рукой, ногой работайте, как рукой, и вот здесь всегда ее, это самое, всегда, можно заправить, и держаться прям за соперника, поэтому, мы, мы, мы незрячие спортсмены, и большая часть, вот ногами там, отодвинул, подвинул, придвинулся, вот, ноги всегда, это самое, и, ну, он на вас, например, ты не должен, много площадь, когда большая площадь соприкосновения, ну, неудобно, раз, вот только, это самое, ты ушел, хоп, отсюда взял, раз, и свою руку, он обороняется, держит вас за штанину, вы можете там, оторвать, выдернуть, или за свою штанину держится, за свою штанину, держись, за свою, вот, вы его, например, ну, этой ногой выдергиваете, ну, как бы, болевой, и, так же, ну, это очень много элементов здесь, борьбы, просто, сам факт, что я, я прошу, как бы, ногами, как руками, щупать, и раз, она мне не нужна, раз, нужна, подтащил, не нужна, убрал, все, как бы, я постоянно работаю здесь, ну, здесь, он на мне, я его раз, дай руку, помягче, раз, отсюда взял, как родного, вторая рука пришла, и, ну, просто аппаратура мешает, здесь ногу не оставляя, обхватываем, сейчас расскажу, о чем речь идет, разобрались, ребята, вторая, вторая пара, второй партер, готовы, тюбей, они у меня, про, про все это знают, дело в том, что, часто на сборах, и, я говорю, ребята, мы тактильно, мы, мы должны, ну, то есть, ноги, все работают при партере, даже, она, где-то раз, у вас перерывали, нога до конца цепляет, она, она мешает, он дергает его, она, снаружи работает, снутри работает, зацепилась, как, мартышка, она, все, ну, как бы, ногами, тебе надо привести соперника, ты подтянул, ну, ты отодвинул, так же, ты не лежишь на всей спине, ты не, я говорю, ты не куришь, не отдыхаешь, у тебя, только, скажем, район, таза немножко, вот, соприкасается, ты тогда подвижный, ты раз отсюда взял руку, какой бы сильный соперник не был, если ты его держишь за кистью, потом из-за локтя, из-за свою кисть держишь, эту руку не, там, там одна из, ну, они это знают прекрасно, и это мы нарабатываем, отрабатываем, да, способ защиты, тот может взять себя за пояс, достаточно сложно сорвать, а если берет свою ногу, или мою ногу, автоматически там надо спасаться, что-то, за что-то хватает, иногда, ну, как бы, это выручает, там, другой соперник не знает, как, как это самое, а ты отталкиваешь его ногу, прямо, выдираешь руку, и делаешь болевой прием, то есть, так же удушаешься, болевой, но обучая в партере, чтобы вы, как резко сказал, 4ВД работали руками, ногами, а то только одними руками, на силу, вот так взят, раз, скрутить, перевернуть, и, я раньше не особо партер, потому что, ну, что, ну, как мы уже все, мощные, интересные, стойку нам давай, зарубу нам давай, партер это, это целая техника, целая, ну, если на соревнованиях, где-то ты благодаря партеру, выиграл хоть один раз, то, знаете, учить надо партер, и партер всегда, особенно у самбистов было, это, как бы, ну, этот русский вид спорта, и они хорошие партеристы, и иногда даже, я элементы джиу-джитсу, ну, используем, я там даже не знаю до конца, правда, они где-то это взяли, или японцы, или бразильцы, но, тем не менее, они присутствуют, и партер, партер помогает, особенно, такова специфика для незрячих, партер хорошо, потому что, он уже, имеет большой контакт с данным спортсменом, ребята, аккуратно, и здесь, хороший партер, партерист такой, ну, сейчас, в Бразилии он третьим, кажется, был, балога, румын, 90% схваток, он полностью незрячий спортсмен, он выиграл при помощи партера, поэтому, для начала, хороший партер, хорошее падение, страховка, акробатика, и хороший партер, вот, какой базой надо строить, взращивать спортсменов, высокого класса, сейчас мы заканчиваем партер, большое, к сожалению, время у нас, я так понимаю, заканчивается, но у нас хорошие броски в стойке, дорогие друзья, как вы скажете, мы сколько успеем, столько, мы покажем вам броски в стойке, отработку в стойке, и что мы делаем в стойке, нет, есть еще время, вот, ну, Матэй, если честно, настолько быстро время проходит, это часто, часто, не только моя, наверное, такая головная боль, ну, не то, что головная боль, во время тренировки, мне хочется и то, и то, там, дать много спортсменам, и раз, уже смотришь, уже почти два часа тренировок, хотя вот я считаю, что если хорошие, большие нагрузочные тренировки, насколько, вот, бывает вид спорта, наверное, какие-то, да, ну, часа два, может, три, там, по сколько часов, ребята, если хорошая нагрузочная, нормальная на сборах, ну, полтора часа, динамичная, ну, именно если динамичная тренировка, потом дальше, она не так усваивается, вот, ну, по опыту, может, у кого другой опыт, у кого как, если именно, подчеркиваю, что если динамично проведенная тренировка, она где-то часа полтора, она как бы в динамике, да, в процессе обучения, там и сто раз можно остыть, там и сто раз, там покажут каждый элемент, да, но это проходит, это другие этапы, это этап начальной подготовки, этап ГСС, ГСС как группа спортивного совершенствования, но хотя спортивное совершенствование, это уже хороший этап, так, приготовились стойки, ребята, стойки, стойки, мы сейчас делаем своя техника, смотрите, ну, по-разному, сейчас мы там броски делают, как на чистоту, один спортсмен дает, второй набрасывает, ну, как бы, не то, что такое простое набрасывание, ребят, ну, так как у нас очень мало времени осталось, мы, чтобы было зрелищно, то один, то второй, друг другу говорите, какой бросок, там, поэтому, готовы? Приготовились? Чубей! Еще такой момент, я в таких моментах даю на сборах, например, даю такая, так называемая восьмерка, где две минуты резко, ты вот сейчас, когда делал бросок, ушел назад, а тебя должно было повести вперед, вот, две минуты работает один, две минуты второй, две минуты один, отлично, две минуты второй, это как работа восемь минут, получается, но они, они работают оба, то есть один набрасывает, второй, ну, тоже несет нагрузку определенную, он помогает, это, это в движении, в динамике, там, вот, как бы не, не со стойки, там все, вот, вот, несколько восьмерок, первый, второй, первый, второй, отдых, две минуты, опять, первый, второй, первый, такой день бывает, бывает день, там, большой, большой день борьбы, так называемый, мы, там, по пятницам, когда, самостоятельно, бег, разминка, акробатика, и борьба, там, шесть, восемь схваток надо набороться, это вот на сборах, цель, старайтесь взять приблизительно одинаковый спарринг, ну, вечная проблема, конечно, нехватка спарринга, но и бороться, вот, бывает день, там, когда мы кого-то нагружаем, они стали по четырем по углам, спортсмены у меня, один в середине, и по две минуты, один с ним отборолся, второй, то есть каждый свежий нагружает одного спортсмена, то есть это работа, там, готовим этого спортсмена на чемпионат России, куда-нибудь там, куда, ну, еще, то есть работают на одного спортсмена, нагружают его на это самое, пока я, дорогие друзья, с вами разговариваю, это волки мои переодетые, где-то что-то правильно, где-то что-то неправильно, возможно, делает, возможно, я могу и не заметить, поэтому, сейчас Олеся прекрасно сделала, это бычок, и на, спину с колен, спину с колен, немножко голову довернуть, докрутить, но тоже было сделано хорошо, хорошо, ой, я проглядел, маленькое такое, смотри, ты влетел, влетел вот сюда, например, спортсмену, опять-таки, влетаете мягко, частая ошибка, осталась, осталась нога, тебе, чтобы бросить противника, ну, вот, она мешает, она должна быть развернута, и уйти в сторону, как бы, вот сюда ушла, ну, как бы, если нога уйдет в сторону, вас туда потянет, если нога стоит, и вы втыкаете, и носок даже чуть-чуть, даже носок вывернутый, и наматываешь его, подмягче, ну, они разошлись, тут сейчас начнут, с подвы подвертом броски, которые на соревнованиях не хранят, но зато красиво, но они, и так, и это должны они уметь, они должны, арсенал дзюдоистов, он должен быть достаточно богатым, коронных бросков, богатых много не бывает, но, тем не менее, спортсмен высокого класса, я говорю, ты должен уметь там, и это, и третье, и десятое, и четвертое, десятое, слишком, ну, вот, для чего, для того, чтобы, как, как однажды, такой, это самое, какой-то бросок, мне ставили, ставили, я говорю, да я не делаю его, если хоть раз тебе в жизни он поможет, ты, как бы, ты должен его изучать, и где-то даже, я не таких, не маленьких, там, на международных соревнованиях, я решаю сделать этот бросок, ну, как бы, уже там, и выстреливает, то есть, как говорится, японцы, или говорят там, если меч, раз в жизни тебе спасет жизнь, то ты, не носи меч за спиной, ну, всю жизнь должен носить, ну, так же, как бы, вот, падение не понравилось мне, ну, или не дал возможности подстраховаться, или, ну, как бы, так много не нападаешь, там, надо, как, вот, скручение мягкое, там, про, еще вот, которые часто характерны, вот, проникающие, проникающие, сделай, поделай, пожалуйста, вот, здесь, не, 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 стоп, смотри, ребята, ну, насколько это, характеризует падение спортсменов, шаг глубокий вниз, и вот отсюда пятка пошла, вот, если он бы ровно упал, конечно бы он все, его бросать так можно, ну, ну, вечно не надо, наверное, ну, много раз, потому что он падает правильно, так же, вот, когда мы говорим о том, что вот строить, как строить, больше всего, больше всего желательно учить правильному падению, когда спортсмен хорошо падает, он хорошо бросает, когда спортсмен хорошо падает, говорит любому сопернику, дай я тебе пять раз брошу, он не говорит пятьдесят, пять, пять это очень мало, почему он пять говорит, потому что он знает, что тот скажет, дайте я столько же тебя брошу, а он не очень хорошо падает, я помню, в свое время, ну, по двести-триста бросков я делал, и мне делали, это формирует мышечную память, формирует твою технику, вообще все формирует. Вот о тех акробатических моментах, о которых мы говорили, что он раз, как кошка, уворачивается, этому, это вот таким вещам, ребят, чуть сюда, чуть сюда, наверное, да, камера, если, так, девочки, сейчас, одну секунду, не со сильной скоростью, чтобы с уходом могли уйти, там, раз, вот, они, как бы, делают, то есть, мы, а, еще, вот, например, это, сделай колесо с одной руки, вот он, мы учим, что руку не выставляйте при броске, что сломаете, нельзя ни в коем случае, но он, он выставляет осознанно, он знает, что в любой момент согнет, раз, или делает вертушку, уйдет на, на ноги или на живот, но без оценки. Дорогие друзья, построились, я правильно делаю? просто в данный момент тепло в зале, уютный зал, знаю, когда на улице холодно, через всю дорогу, дорогие друзья, ты едешь, на улице, толкаешься, едешь, приехал в зал, блин, вот же жизнь, вот же наша жизнь, вот это образ жизни, если ты этому себя посвятил, и хочется много детей воспитать, так и хочется, а это как бы, это, ну, не то, что все, это моя вторая семья, я вчера переживал, что я буду говорить, что я дам, потом спокойно лег, тысячи раз, и спасибо моим коллегам, Мария Михайловна, которые мне, что ты тысячи таких тренировок, таких мы проводим, тренировок проводим, и это самое, думаю, все они будут, болеют они, не болеют они, холодно на улице, тепло, все они, конечно, не совсем все, потому что зал, ну, как бы, не такой большой, но, это любимое дело, и, я думаю, что это социум, нас, нас как бы, формирует, нас, как-то, ну, не знаю, в этом, мы в институте получили образование, очень многие, тот же институт, который я заканчивал, они тоже так же заканчивали, очень много ребят другой профессии, юристы есть, есть тренеры, поэтому, ну, есть, наверное, наш дом, Козырка, в который мы приходим, тренируемся, ну, и Татьяна Хорошенко, конечно, будьте на четырех олимпиадах, заслуженные, заслуженные мастеры спорта, вот они вдвоем, заслуженные мастеры спорта, которые были, с Афин, впервые дюдо началось с Афин, и вот эти девочки с Афин, так и это самое, и в данный момент являются ведущими спортсменами как в сборной России, так и в мире. Огромное спасибо за тренировку. Рэй. Ислам Исрапилович, огромное вам спасибо, я уверена, что все наши слушатели сейчас так же аплодируют вам. Друзья мои, сейчас я обращаюсь к нашим слушателям, во-первых, мы будем благодарны, если вы в чате напишите свои впечатления, у вас сегодня была уникальная совершенно возможность изнутри увидеть кухню нашу спортивную, увидеть, как готовится паралимпийская команда, и теперь, наверное, все понимают, каким потом, какой порой кровью даются наши медали, как наши дзюдоисты, ребята, отстаивают честь страны на международных соревнованиях. Спасибо еще раз всем, вынуждены с вами попрощаться, всего доброго, и готовимся к следующим лекциям. Рэй. Все, спасибо. Спасибо. Аплодисменты. Субтитры создавал DimaTorzok